Для нас кризис экономики и для людей, в частности, это часто повод вспомнить по духовности. Современный человек живет чаще всего в некой цикличной схеме потребления. Он потребляет продукты и услуги, развлечения в том числе, потом восстанавливает свои силы для того, чтобы заработать, для того, чтобы снова потребить. И в этой цикличной схеме все предсказано заранее, все уже предусмотрено, есть расписание, понимание дальнейшего движения, и там как раз нет места для Бога и нет места для духовности. И мы тогда получаем страшную вещь. Человек живет, подвергается этим иллюзиям, идет не в том направлении, а потом на выбор. Инфаркт, инсульт, рак или, упаси Божий, несчастный случай. И все заканчивается. И жизнь прожита впустую. Так и наша эта нынешняя экономика. Она разрушает, а не созидаёт. Она отошла бесконечно далеко от Духа Божия и погрузилась в Дух Мамуни. Наш духовный кризис, он идет, и за ним же экономический. Вот последние как раз где-то 100, 120, 130 лет. Ведь вспомните одного нашего святого, сейчас вот мучительно, после выступления моего коллеги, сейчас вспоминал, кто это сказал, может кто-то из вас подскажет. Он сказал, говорит, откуда ты, Октябрьская, так сказать, революция, переворот начался. Он начался, он сказал, в семинариях. Потому что, если посмотрим, что произошло в конце 18 века, люди по привычке ходили в храмы, многие учились даже в семинариях, как так надо было, да? Но, откуда этот бог Балда, там, значит, и, точнее, апопея Балде, там, значит, Пушкин еще в начале 18 века писал, потеря была, нет уже ориентиров, авторитета, да? Вот это происходило постепенно, незаметно. И ведь так не бывает просто так, что только большевики заставили и начали храмы рушить. Ведь 95% было, ну, как говорится, выцерковленных людей в России. Это были крестьяне, они все были выцерковленные. Но почему же они стали сбрасывать колокола, кстати, к колоколям? А, значит, бог, он был, как говорится, вот он, ну, как это сказать, на бумаге, да? А в сердце-то у многих его не было. И вот, когда сердце человека приковывается к земле, человек теряет смысл своей жизни. И вот отсутствие смыслов, которое наиболее очевидно в современной культуре и в обществе, ведет к потере смысла жизни. И как следствие смысловому хаосу. Так вот, я бы хотел, чтобы мы на этом форуме подумали о таких вопросах, как стимулировать сегодня тех предпринимателей, которые занимаются социально ответственным бизнесом, которые занимаются благотворительностью, и как на уровне государства стимулировать благотворительность. Пока не будет благотворительности от души, пока государство административным ресурсам не будет вмешиваться в эту благотворительность, ничего толку у нас тоже не будет. И вот здесь мы должны вместе найти этот компромисс. С другой стороны, история нашей страны показывает, что мы пережили огромное количество кризисов. И вот то, что мы сейчас называем кризисом экономическим, это, конечно, детский сад по сравнению с тем, что было в истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok